Внутри коробки и еще одна коробка. Оп! Ага, вот она. Сейчас у нас 9 утра, я проснулся и решил сегодня сделать новенький трейлер на свой канал. У меня прям сейчас идет монтаж, прям топовый монтажик, ба! Буквально вчера вышел трейлер нового Человека-паука, нет пути домой, и он собрал какое-то запредельное количество просмотров. Я решил, что по-любому надо делать трейлер. Получается, в принципе, охрененно. На самом деле, этот трейлер один из самых правдоподобных. Если прошлые были какими-то такими лайтовенькими, которые я собрал буквально за 10-15 минут, то над этим я работаю уже, получается, 4 часа над ним уже работаю. Не знаю, хайпанет он или не хайпанет, но прошлые мои 4 трейлера, они собрали минимум миллион просмотров. Посмотрим, что будет с этим. По сути, вот из-за этих вот надписей, да, которые я делал в 3D. Очень многие, особенно из зарубежной аудитории, подумают, ну, промелькнет у них в голове мысль, что трейлер, возможно, настоящий. Плюс ко всему, недавно у нас была коллаборация с Веновым, и большинство людей, я уверен, вот это вот, могут принять за чистую манипу. Хайпажор, Евгений. Ага. Пока видосик рендрится, перекушу пончиками с кофеечком. Ам, шикарно. Кстати, я же вам не сказал. Чуть не забыл. Как и обещал в этом году, когда поеду к родителям, куплю новый комп. И вот он, мой монстр. Asus Rock Zimphirus. Охрененная машина за 200 тысяч рублей. Бомба. Пустил, короче, Киберпанк. Одна из самых требовательных игрушек, да, на сегодняшний день. И смотрите, просто без лагов, на ультра настройках графики. Сиди себе на здоровье, кайфуй, играй. Правда, в Киберпанк я играть не буду. Буду играть во Free Fire. Сказочный долбоёб. Ну и ещё одна вещь, которую у меня просят абсолютно все мои подписчики показать. Хотя я показывал её на своих стримах, но на стримах бывают не все мои подписчики. Поэтому, думаю, стоит её показать вам в этом видеоролике. Конечно же, моя серебряная кнопка. Которая пришла ко мне из Калифорнии. Вот она. Это Евгений Попассинг. 100 тысяч субскрайберс. Это не только моя заслуга, но и ваша. Если бы не вы, 100 тысяч подписчиков на моём канале бы не было. Поэтому, ребят, от всей души я говорю вам спасибо за то, что проявляете актив. Подписывайтесь на меня и ставите лайкосики под мои крутые видосики. Давайте поставим её на место. Всё, шикарно. Соник, подвинься. А ещё на днях ко мне тут прилетал куриш сикаба, и мы решили с ним сгонять в верёвочный парк. Чего, блядь? Сикар, тебе сколько лет? Ты не свечу. Куда мы пришли? Ты прыгай, прыгай. Ага. Но это пока чисто разминочка. Просто отпускайся, и он поедет. Нормально? Я боюсь ездить. Гони. Жара. Жека красавчик. Чё, ты как сэк? Не устал. Это была трасса 10+. Ты не устал, парень? Нет? Мы устали, пипец. Последний рывок мы сможем, братан. Я верю в тебя. Твои впечатления? Нет слов, одни эмоции. А перед походом в верёвочный парк мы хотели, точнее пытались снять клип на мой трек «Дис на жабку». Я обещал его выпустить 20-го числа, но, к сожалению, клипу не суждено выйти. Это не точно. Мы его не досняли, потому что на улице было просто безумно холодно. Потом ещё пошёл снег, дождь. Поэтому я думаю, ну его нахуй не буду, я его сейчас снимать. Тем более, прямо сейчас работаю над роликом правого с камерой, и жабка будет ни к силу, ни к месту, как говорится. Не пришей к пизде рукав. Ну, я сейчас покажу вам пару моментиков для затравочек. Евген на битв летел, как в летовый. Жабаёму показать, кто здесь крутой. Кто ты, тиктокер, блогер, если честно, похер, скажешь, что-то против еди нахуй. Тапка шленов. Настало время рассказать им всё. Нет, я ни в коем случае не говорю, что клип вообще не выйдет. Когда-нибудь он всё-таки выйдет. Это не точно. Итак, друзья, прошло уже двое суток, как вышел мой трейлер про Человека-паука. Сейчас у нас 21 число, 11-2 месяца. И, в принципе, статистика по ролику мне очень нравится. Как я и ожидал, он вышел на первое место, обогнав остальные трейлеры просто на какие-то запредельные числа. Это охрененный результат. Я не знаю, будет на нём миллион или не будет, но старт у него прям очень хороший. Ну и да, сегодня на канале 160 тысяч подписчиков. Вообще, если так посмотреть на мой канал, то прямо сейчас, без преувеличений, мой канал, наверное, считается одним из самых популярных каналов в России по фрифайеру на данный момент. Ни у одного ютубера или стримера нет таких вот цифр. Мне это, честно, очень нравится. Мне, кстати, очень многие мои подписчики, особенно в телеграм-канале. Кстати, да, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка есть в описании. Они мне говорят, типа, Евген, какого хейна ты тут кидаешь нам какие-то на канал футажи, 40-секундные говно ролики, где нормальный контент. Объясняю. Это вам, блять, не ебучие кейсы открывать, когда ты открыл игру, открыл ОБС, записал быстренько, как ты там пару раз в джекпоте куртанул и всё. Даже не смонтировал, не порезал, просто вот как есть записал, выложил на канал. Пизду такой контент. Вот прямо сейчас я работаю над огромным количеством роликов. В ближайшее время, например, выходит огромное масштабное разоблачение на Вову с камера. Да это не просто там какой-то разговорный ролик, да, там огромное количество вставок. Например, сейчас я сижу, рисую графику на один тут крутой момент в ролике про Вову, открывается сундук с монетками и вылезает надпись «Хуй тебе». Чтобы сделать вот эту вот хрень, мне потребовалось 2 часа. Вот раз, хуй тебе. 2 часа просто на какие-то 2 секунды. И таких моментов, маленьких моментов, на которые уходит огромное количество времени, у меня в роликах до хрена. Я привык заморачиваться за ролики. Я хочу делать вам охрененный качественный контент, но он требует времени. Я не хочу делать ролик ради ролика. Поэтому, если хотите видеть мой охрененный контент, ждите его. Я над ним работаю. А за кисиками и за всякой хуетой безвкусно это, пожалуйста, к другим ютуберам. Кстати, зацените картину. Это мне моя девушка на день рождения подарила. Просто если какой-нибудь рандомный типок зайдет в эту комнату и взглянет на мое рабочее место, по-любому подумает «Ебать он ЧСВ». Я сейчас, короче, проснулся и мне огромное количество подписчиков скидывают новость о том, что Вова с камер решил снять ответку на разоблачение. Не посмотрев даже разоблачение. Блядь, ты гений. Чё он там пиздит, давайте посмотрим. Всем привет. Сегодня я хочу объясниться перед своей аудиторией и не только, почему в интернете существует Бериск, где я трогаю родителей. Потому что, блядь, ты их трогаешь. Вот они и существуют. С чего всё начиналось? Начиналось с 2017 года. Я ставил стримить игру Clash Royale. Единственный фактор раздражительности... Блядь, чё-то какой-то слишком душно у него видос. Давайте посмотрим, чё он там пиздит. Про Коша, а я мне, честно, неинтересно. Я в разоблачении это покажу, блядь. При этом, увидев чужие ошибки, давайте разбираться. Ага, я понял. Короче, он сейчас по-любому будет перекидывать ответственность на других. Заявляя типа, почему они оскорбляют, почему я не могу оскорблять. Ну, блядь, классический Вова с камерой. Итак, я открываю его комментарии. Да, да, да. И то, что там произошло. Честно. Даже ситуацию с Азамом сюда вставил. Типа, Азам в прошлом, он, кстати, этим оперировал, когда мы с ним спорили, да, на его стриме. Он оперировал тем, что, а почему Азам оскорблял, маму? Его все уважают. Почему я не могу оскорблять, мам? Те, кто подписан на мой телеграм-канал, знают, что это просто тот ещё ушлый жучар. А Вов, твой ход заведомо очень глупый, необдуманный. Ты снял ответку, не посмотрев даже разоблачение. А вдруг там про это ничего не будет? Или вдруг я вот это вот использую в своём ролике? Что ты тогда потом будешь говорить? Ааа, ты такой глупый, господи. И да, по-братски, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, заходит ли вам вообще такой формат. Вот это вот всё за кулиси, где я показываю, что у меня тут происходит, статистику канала, процесс создания видеороликов. И, конечно же, свои мысли там на всякие темы. Если это вам интересно, я готов делать такие ролики почаще. Там, например, в течение одной-двух недель буду снимать, потом монтировать, нарезать, как сейчас, да? Если да, прожмите лайк и отметьтесь в комментариях. Я, на самом деле, посмотрел полностью его ролик, 10 минут внимательно послушал, что он там пиздит. И Вова с камерой, обращаюсь сейчас к тебе. Да, этим роликом ты сможешь удержать основной костяк своей аудитории возле себя. Ты заранее им всё рассказал, во всём признался, не извинился, кстати. Осознал свои ошибки, и маленькие детишки это схавают. Я говорю сейчас про тех детишек, которые тебе постоянно донатят на твоих стримах и топят за тебя, за любимого их во вкус камер. Но, поверь мне на слово, когда моё разоблачение на тебя выйдет, другие десятки тысяч игроков в этой игре на твою сторону не встанут. Ты только что дал мне в руки карт-блан, чтобы тебя разъебать ещё сильнее, ещё более тонко и точно. Ролик уже совсем скоро. Мне, на самом деле, очень многие говорят, что до этого Вова с камера доебался. Типа, он же слабый, почему ты резишь на него, зачем его разоблачать, скоро стримеров у нас не останется в комьюнити. А Вова с камер это тот человек, на которого огромное количество моих подписчиков просит снять полноценный разъёб. И я решил в один момент, да, действительно заняться им. Потому что человек вообще не имеет никаких моральных принципов. Это человек, который постоянно оскорбляет свою аудиторию, оскорбляет родителей их, оскорбляет подписчиков своих. Постоянно он на каждом своём стриме бомбит. И пора такого человека поставить на место. Более того, на своих же стримах в прямом эфире кидает собственную аудиторию на деньги. А конкретно его разъебать я решил только после того, как этот человек начал меня очень жёстко оскорблять на своём стриме. Живен, пошёл нахуй отсюда просто, уёбище конченное, блять. Просто пошёл нахуй, что тебе, сука, непонятно, блять, во фразе? Изначально просто я хотел сделать такой лайтовенький видосик, в котором бы не призывал подписчиков, да, его отписываться от него. Или там как-то хейтить, дизы завозить, нет. Я ему сразу сказал, это будет просто обзор твоей деятельности, покажу, посмеюсь, там пару шуток кину. И как только Вовоскамер об этом узнал, что видос будет лайтовый, что я не буду там как-то вредить его каналу, он перестал выбирать выражение в мой адрес и начал прямым текстом меня оскорблять. Поэтому, Вовка, пиздец тебе, жди видосик. Друзья, только что мне пришла долгожданная посылочка от Парк Нью Стейт. И прямо сейчас мы её с вами идём, её и заберём. Ну и, конечно же, откроем и посмотрим, что там нам прислали из Нидерландов разработчики. О, какая. Внутри коробки ещё одна коробка. Ну, это коробочка посимпатичнее, с логотипом Нью Стейт. Оп. Ага. Вот она. Здесь у нас находится масочка. По-моему, у них я ровненькая такая, да? Теперь можно будет ходить и прятаться от коронавируса. Вот такой вот у нас тут чикен коин. За который мы в игре берём кейсики. Довольно такой прям проработанный. По классике стикеры с логотипами игры. Ну и самое главное, что нас ждёт в этой посылочке, это, конечно же, толстовочка. Вот такая вот шикарненькая толстовочка с логотипчиком Нью Стейт. На самом деле, прикольная вещь. Можно будет стримить Нью Стейт именно в этой вот кофте. Вот такой вот логотип у неё на спине. Буква А. Анархия. Эта буговка в темноте светится. Она на свету заряжается и потом горит зелёным цветом. А ещё если надеть им масочку вместе с толстовкой, то это прям вообще фул сет. К стримам готов. В принципе, довольно крутой подгон для ютубера, который является конкурентом. Но вы не думайте, из нашей с вами игры Free Fire я уходить никуда не собираюсь. Я просто буду разбавлять контент. Иногда будет выходить что-то по Free Fire, иногда что-то по Нью Стейту. Так как эта игра мне очень сильно нравится. Многие мне просто говорят, типа, Евген, фу, ушёл в PUBG, больше он Free Fire не будет стримить, фу. Нет. Из Free Fire я не уйду. Ведь там ещё слишком много мошенников, которых нужно разъёбывать. Ну а разработчикам, которые прислали мне посылочку, огромнейшее спасибо. Мне очень приятно и безумно всё понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok